МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Достоевскому, скажем так, не самый театральный автор. Сложно достаточно. Всегда был интерес к Федору Михайловичу, к творчеству его. Еще начиная работать в другом городе, в другом театре, в Новокузнецке, мы поставили спектакль самостоятельно «Кроткая» по повести Достоевского. И даже съездили с ним на фестиваль в город Старая Русса, где он работал как раз очень много над бесами и братьями Карамазовы. И город в «Братьях Карамазовых» отражен именно этот. И был опыт. И сейчас это как продолжение того опыта. Евгений, а в самом спектакле по поводу «Мокрого снега» это что? Это цитата? Это название второй части повести «Записки из-под поля», где герой уже рассказывает о своем прошлом. Первая часть идет, как бы он анализирует свою личность, свою характеристику себе дает. А во второй части он рассказывает историю, которая произошла во время того, когда шел вот «Мокрый снег». И вот сейчас идет «Мокрый снег», и ему на душе это скливо. И этот «Мокрый снег» ассоциируется у него с той историей, когда он предал девушку. Не буду все карты раскрывать, но кто читал, знает. И поэтому называется по поводу «Мокрого снега». Чисто ассоциативный ряд для героя. — Насколько это произведение театральное? В общем-то, понятно, что там повествование ведется от главного героя. Он, по-моему, единственный, да? Ну, если не считая тех, кого он вспоминает. Но все-таки вы же там организуете какое-то такое театральное пространство. Сложно было с этим произведением работать? — Да, достаточно, потому что я вообще не любитель монотеатра, но я вынужден был работать один. Когда-то поставил этот спектакль для конкурса самостоятельных работ от «Союза театральных деятелей». Здесь в Барнауле год назад проходил, мы его сыграли. Я сыграл, но и сейчас решил просто восстановить, показать. Поскольку он делался как Мона, я его продолжаю так делать. Но, конечно, присутствие партнеров, каких-то героев еще обогатило бы этот спектакль. Мы даже думали об этом, но уже как бы сделан ход такой, что в него трудно сейчас кого-то ввести. Да, потому что есть, допустим, ход с портретом девушки. То есть если есть портрет девушки, с которым я общаюсь, уже как бы присутствие самой девушки как-то будет странно выглядеть. Поэтому я решил продолжать в этом духе. Но я думаю, это мой последний опыт, потому что моноспектакль для меня очень трудно работать без партнеров. — А что, сложно? Одному сложно? — Да, одному сложно. Это в течение почти часа, ну там, 55 минут играть. Нет, можно быть в диалоге со зрителем. Я так часто делаю и в других спектаклях, где какие-то монологи просто. Но это не долгое время. А когда долгое время, приходится очень сложно. — Ага. Само по себе произведение, ну, достаточно действительно, как мы уже говорили, сложное. И многие специалисты, исследователи творчества Федора Михайловича Достоевского, критики, считают его предвестником экзистенциализма, европейского экзистенциализма. Не слишком ли оно мрачновато, это произведение? И вот, насколько я знаю, вот вы говорите о девушке, там, по-моему, речь о проститутке ведется, да? — Да, да. — Давайте назвать речь своими именами. — Ну да, но я просто не хотел раскрывать, кто не знает. — Вы не щадите своих зрителей. — Ну, вообще, да. Но мне кажется, что экзистенциализм тогда назревал, а сейчас он уже, наверное, если и не в прошлом, то уже пережит, переварен людьми как-то. И люди вообще живут в состоянии постоянном таком, мне кажется, сегодня. И поэтому у многих людей это чувство очень современным является. И мне кажется, что поэтому это не главное. Главное то, что как человек в этих условиях, конечно, с точки современной, с современной точки зрения, как он пытается всё-таки выжить, и что с ним происходит. Поэтому я упор делал не на ужасы Достоевского, скажем так, а на всё-таки попытку разобраться со своей совестью, которую при этом он ещё как-то от себя и скрывает. Он на пути к ней. Он всё время в диалоге с ней и в конфликте. — Раздавание личности. В общем-то всё это достаточно современно. — Да, да, что-то в этом роде. — И тем не менее, многие критики считают, что в этом произведении Достоевский даже немножко критиковал революционеров. Она называется «Записки из-под поля». И тогда, в общем-то, достаточно своеобразным было отношение у него к революционерам, к революционному движению. Хотя мы знаем, что он сам пострадал достаточно серьёзно в кружке петрушевцев. И, так сказать, на каторге побывал. Ну, в общем-то, благодаря этому и Барнаул посетил. Вы каким-то образом не пытались осовременить его? Ну, сейчас достаточно тоже это актуально. Не политизировали? — Нет, я вообще не люблю политику. Но современный костюм присутствует. Да и я думаю, что я не очень подхожу по образу, скажем так, на этого человека. Поэтому я с какой-то своей точки, от своего «я» отталкиваюсь больше играю. Может быть, если бы это был в этой роли, допустим, какой-нибудь другой современный, более харизматичный, может быть, более... Допустим, Сергей Гармаш. — Он по-другому, да? — Мне кажется, что он бы подошёл чисто внешне. И, может быть, даже по психофизике. И, может быть, более старший даже актёр должен играть эту роль. Но поскольку я за неё взялся, то я отталкиваюсь от себя. А уж с политикой я вообще как-то не очень в ладах. Мне кажется, политический театр не имеет права. Ну, имеет право на существование, но он слишком много на себя берёт, мне кажется. Любопытно, действительно любопытно посмотреть вот именно ваше прочтение. Вот, Евгений, вот я, насколько знаю, у вас своя студия, да, там, в Республике Изо? — Да, мы видим. — И вот этот спектакль, он какое-то отношение имеет к вашей студии? — Ну, это чисто как мастер-класс для студийцев, может быть, что мы, я в данном случае один. Но они мне помогают, конечно, там, чисто технически. А я показываю просто для них, ну, как опыт работы, какие-то для себя вещи они возьмут. Вообще мы работаем над другим спектаклем. Он будет благотворительный. То есть мы за это деньги не берём, потому что это не профессиональные актёры играют. — Следующий спектакль. — Следующий спектакль. — Это будет уже их спектакль. Это как бы отношение только ко мне имеющее. — Следующий спектакль по Чехову, да? — Следующий спектакль по Чехову, по рассказам, по ранним рассказам мы взяли, потому что они короткие, ёмкие, в них есть какой-то даже трагизм, много юмора. И можно не концентрироваться на какой-то перспективе, не идти куда-то далеко, а очень ёмко каждый может себя проявить. Это очень удобно для начинающих актёров. — Евгений, а вот всё-таки моноспектакль. Вот почему, может быть, вам не хватает, не знаю, такого, этого драматизма в молодёжном театре? Или вы просто себя ищите ещё? — Вообще мне не хватает, скажем, не драматизма, а, может быть, режиссуры хорошие. Да, это не хватает. Этого нам всем не хватает здесь вообще, в городе Барнауле, я считаю, сложно с этим. Но, пожалуй, и всё. — Здесь вы себе решили попробовать именно как режиссёр? Именно для этого и студия, в общем-то, да? — Да, раскрыть в себе то, чего мне не хватает, чтобы вам не раскрыл режиссёр хороший. — Есть интерес в Барнауле к театру, к такому театру, в общем-то, достаточно, ну, скажем так, экспериментально, да, вот ваши? И студийцы, кто они? — Это люди от 18, даже от 16, я бы так сказал. Даже у нас есть люди совершенно ещё школьного возраста до 70. Есть и все градации возраста. — Люди приходят, людям интересно, да? — Приходят, людям интересно. Конечно, не все приходят туда, куда им нужно. Кто-то уходит, кто-то в процессе сомнений находится, но студией ещё только два месяца мы с половиной занимаемся, поэтому они ещё в процессе... Мы сыграли благотворительный концерт, мы базировались, правда, не в Республике и Зону, теперь переехали туда, сыграли один концерт, деньги перечислили, не перечислили, а купили для детского дома игрушек на ту сумму, которую мы собрали, вот собираемся повторить этот опыт. А вообще, в основном, конечно, очень трудно здесь, в нашем не совсем театральном городе, собрать зрителя, поэтому приходят в основном родственники, и они... У них первый опыт выхода на сцену, попытки организовать себя в пространстве. Ну, вообще, в концерте, вот в том благотворительном, это был такой концерт очень импровизированный, мы пели под фонограмму песни, то есть мы не пели, а открывали рот под фонограмму, да, и это было им очень с точки зрения технической интересно и с точки зрения актёрской. И приходили родственники, оценили, многим понравилось, и вот сейчас мы решили уже, открывая рот и говоря текст, в драматической основе попробовать себя в чеховской. Ну, вот этот спектакль очень хочется увидеть, конечно, по-достоевскому ваш, потому что действительно это достаточно сложно и интересно, как вы именно решили сценическое пространство и самопроизведение. Давайте напомним, 17 апреля в Республике ИЗО и... По поводу «Мокрого снега», начало в 19.00. Большое спасибо вам за беседу, удачи, до новых встреч. Спасибо вам. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был артист молодёжного театра Алтая имени Валерия Золотухина Евгений Любицкий. Спасибо за внимание, до встречи.